Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, уважаемые телезрители! Первое – это Слово Христа. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 37 стих. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Оно относится не только к тому человеку, который проповедует Слово Божие и будет отвечать сугубо за то, что знал и говорил, а сам часто остался бесплодным. Но это изречение относится к каждому из наших слов. Бывает, что произносимые нами слова приносят жизнь человеку. Его сердце вновь делается от них живым, ум озаряется, воля подвигается к добру. Все естество его делается новым, обновленным. Вот это слова жизни. Дай Бог нам так говорить, особенно в наше время. Говорить их друг другу как можно чаще. Такие слова. Слова жизни. А есть мертвые, жесткие, бесчувственные слова, в которых даже нет гнева, а есть только тусклость и мертвость. За эти слова мы дадим ответ перед Богом. И поэтому так значительно молитва, которую постоянно повторял святитель Тихон Задонский. «Господи, дай мне молчаливость, рассуждающую словеса». То есть дай мне такую молчаливость, благодаря которой я бы мог из глубины молчания выбрать слова животворные, чистые, глубокие, за которые мне не будет стыдно перед судом Божьим. «Дай мне, Господи, молчаливость, рассуждающую словеса». Но не только тот, кто говорит, но и тот, кто слышит, ответственен за произносимое слово. И об этом говорит Христос в Евангелии от Луки. Мы слышим эти слова в 8 главе 18 стих. «Блюдите убо, как услышите». Можно слушать сердцем глубоко открытым. Можно слушать закрытым, с замкнутым сердцем и душой. Можно слушать для того, чтобы от слышанного, даже глубокого, божественного, получить мгновенное наслаждение, но без всякого намерения жить по слову, которое трогает душу. Можно слушать насмешливым, горьким умом, порой пройти мимо самого Христа говорящего и остаться бесплодным. В течение всей нашей жизни мы слышим в разных местах, в разных условиях, но мы слышим божественное, христово, евангельское слово. И как порой мало они меняют нашу жизнь. И когда-нибудь мы услышим от Христа слово, сказанное тоже еще в Евангелии. «Я вас не сужу, судить вас будет слово, которое я говорил». Потому что это слово живое. От этих слов Христовых хоть на мгновение содрогается, оживает у нас сердце. Но эти слова так часто не уходят в глубины нашего естества, так часто не делаются вдохновением нашей жизни. И мы проходим мимо, изумившись и оставшись бесплодными. Но почему же так происходит? Потому что у нас нет глубины. Мы мельчаем с каждым новым поколением. А еще потому, что у нас нет смелости, нет той решимости, которая нас заставила бы сказать. Если это правда, то я буду жить так уже без пощады к себе, без всякой жалости к себе. Ради жизни я буду поступать наперекор всем моим внутренним греховным порывам и стремлениям, всей лжи и неправде, и мертвости, которые во мне есть. Вот давайте подумаем над этими двумя изречениями. «Научимся молчать так, чтобы наше слово было избранное, чистое, животворное. И научимся так слышать, чтобы ни одно слово жизни не прозвучало напрасно и не стало бы в день судны нашим осуждением». Завершить я хочу стихотворение. Не знаю автора, но суть, глубина легли в сердце. Достойное слово. «Жизнь – не прогулка, не роман, не вечный отдых, созерцание. Есть у судьбы один из ян. Она нам дарит испытание. Полжизни – бой, полжизни – боль. И только радость мгновения. С душевных ран не смоешь соль. Но в этих ранах – исцеленье. Пока они в тебе горят и заставляют сердце биться, Холодным твой не станет взгляд. И в камень дух не превратится. Года бегут, и на им нас не жаль. Мы все у времени во власти. Презрев страдания и печаль, Увидеть в мраке лучик счастья. Пройти сквозь зло и улыбнуться. Поверь, искусство непростое. Не замараться, не согнуться. И сохранить в душе святое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok